Очередное путешествие не на юг, а на север. Шесть городов и один поселок городского типа. А можно в Кастрома? Ямы в полумашины. Представляешь, по такой дороге 94 ехать. Иран выезжает. Даже указатель такой тут не будет. Нет, это мы с тобой не туда заехали. Вон там нормальная дорога. И этот козел нас не завел на туда. Яндекс. Такая большая как шага, совсем не большая. Ну что, утренние сборы, как обычно, в дорогу едем. В дорогу кофеек с сиропом, с топпингом, ореховым, лесной орех. Пару термосов, кипяточка, чтобы заварить. Дошики всякие. Всех приветствую, с вами рассказал о моем. Едем в очередное путешествие, в этот раз не на юг, а на север. Пока интригу сохраню, но скажу только, что шесть городов и один поселок городского типа. Так что пожелаем себе удачи, вы нам пожелаете удачи. Сейчас присядем на дорожку, все отключим. Выходим. Раннее-раннее утро. Дороги не радуют у нас. Поставил радиостанцию в машину, чтобы не скучать в пробках. Выезжаем, ребята, на север, в сторону севера русского. Так, маршрут переструет. Не надо нам перестраивать. А так-то налево, если через Килимары. Едем через Яранск. Ты хотел интригу. Интригу-то. Первый-то город, можно говорить. Мы в Кострому. Кострому первый город. У нас Кострома. Кострома, аэропорт Шайбу-Ланг. И Яранск. Вот Яранск, едем до Яранска. Яранск, Кикнур. Кикнур. Шахуния, Шарья, Мантурово. В общем, Судяславль, Островская, Кострома. Нам самим очень интересно. Ни разу не были в той стороне. Я, жена и дочь. Поехали. Планета. Шкаралу родную не снимаешь. Ну да, мы тут редко ездим. Да, сказал жене, чтоб включила камеру. И показала и наш город по пути. Нашу родную Яшкаралу. Мы бодры, веселы. Каждый путь начинается с первого шага. Вот мы его делаем сегодня. Я знаю, тут камеры стоят. Университет. Камер нет. Так. Культ просвет. Училище бывшее сейчас. Культ просвет. Сейчас объединенный с музучилищем. По правую сторону. Телевидение. Там наша общага. Улица машиностроителей. В самом начале. Там республиканская больница. Республиканская больница. Где за этим забором троллейбусный? Троллейбусный парк. За забором. Троллейбусный парк. За забором. Еще такие автобусы у нас ездят. Львов. Прикольно. Артефакт. Лас. Таких выездили. Раньше на экскурсии на них ездили. Слушай, как тошнировка была. Боняло. В нем, да? В этом автобусе. Всяким. Да, бензином. Выхлопным. Таких ностальгий по пути будет много нам встречаться. Да, он еще есть. Все-таки на север едем. Честный, наверное, да? Скорее всего. Сразу скажу, что понравилось. Стоянки бесплатные. Как правило, на югах бабки дерут за все. И вообще за сторону Москвы. И в таких городах все уже за денежки. А на севере поехал в центр, встал прямо хоть где. Ну, на месте стоянки. Есть прямо парковки. И они все абсолютно бесплатные. Вот так и должно быть. По всей России. То есть север у нас еще пока мощный. не заражен этими ветрами. Там желтый какой-то указатель. Лимончик. Тебе надо обращать внимание на такие желтые указатели, да? А, да. Это мы в Краснодарском крае прохлопали. Что ремонт дороги. Желтый знак. Но в желтом фоне. И немножко запутались. Дорога приучает к внимательности. Прямо Оршанка, она подлево. Да? Да. А безна, что ли, у меня есть? Да, безна есть. Особенно новые места. У нас-то по городу мы уже едем на автопилоте. Можно и не объезжать. Но я думаю, все равно по дороге быстрее. Не, она вот так пробана идет. Клюкино. Вот какой-то по Свершанке. Проезжаем. Камера наблюдения. 300 метров. Направлено в спину. Но фуры тут отдыхают. Наша стоянка. Кафешки нет. Что-то не идет. Туалет. Нет еще. Херовская область. Херовский район. Вехали. Так скромненько, да? Сейчас там какой-то указатель будет. На поселке. На Кословаш. Дороги еще. Перед Яранском. Перед Яранском ремонт дороги. Содрали верхний слой. Ехать нормально. К сожалению, вот авария. Может вечером еще нет? Главное, что вроде как не со смертельным исходом. Или заснул за рулем, или что. Не знаю. Или занесло. Потому что дожди ведь постоянно. Для ремонта машины. Для ремонта машины. Заскнулись за рулем. Может быть, где-то под утром. Пожарные. Получим. Где-то пожарные. Пожарные. Проехали. Заехали воды набрать. Дорогу перелить. И регистратор отключил запись аварийных ситуаций. Постоянно пишет на любой кочке. Самую низкую числительность включил. Мне фигня. Пишет. Я вообще отключил нафиг. На трассе он не нужен. А на парковке и так он запишет. Там отдельная регулировка. Вот трасса тут. Время 4.52. Яранск был основан как русская крепость в результате Третьей Черемисской войны в конце 16 века русской военной дружиной для усмирения непокорных черемисов, то есть марийцев. Дата основания Яранска 1591 год. Официально считается 1584 год, но не найдено прямых летописных источников, а лишь один опосредованный. Об этом свидетельствуют результаты исследований летописных текстов. Самые ранние документальные свидетельства о приказных лицах, возглавлявших Яранскую администрацию, относятся к 1594 году. Вокруг крепости вырос посад, защищенный острогом и укрепленным Вознесенским монастырем. В июле-августе 1601 года в Яранске отбывал ссылку, доставленный из Москвы опальный боярин Василий Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Федоровича. В начале сентября он был отправлен на Урал, где вскоре умер. По-витимому, в Яранске в то время бывали другие представители рода Романовых, сосланные Борисом Годуновым из Москвы. Вплоть до начала 20 века в городе сохранялись названия мест Романова гора и Романова яма, которые местные жители относили ко временам пребывания в городе Василия Романова. Гостиница Комфорт. Постановимся. Я почерпаю. Яранск нам понравился. Уютненько все. Ну, то, что мы видели. А видели там мы, к сожалению, немного, так как времени у нас было тоже немного. Но надо изучать родные края, то, что рядом находится. Можно ездить. В общем, можно съездить, посмотреть. Небольшое путешествие выходного дня. Даже нет, может, набилось машину, только остановишься. Такая какая-то возбушенность даже, да, смотрим на город. Интересно. Слушай, а город или не похоже? Может, город или дальше будет микро-район? Ну, вот светофор пошел. Желтый такой. Вон церковь. Только одна церковь и будет. Вроде на пути. Ну, вот такая. Да, сюда ездят паломники. Старинные дома сохранились. Они очень крепкие, поэтому сохраняются. Если специально не уничтожали, то все это доходит и доживает спокойно до наших дней и еще будет жить не одну сотню лет при должном уходе. Возвышенность тут. Я бы никогда не знала, что тут есть такая какая-то. Возвышенность. Исторические. Ну, я. Мы старые дома. Вот эти дома, смотри, они явно кучки. Только что не работал. Купеческие. Даже такой был. Верните наливо. Небольшая. Небольшая. Опять дождик заморосил. По пути часто моросил дождик, а иногда и ливень. Зелень. Мне очень понравились по пути, что деревья все выше и выше становились. Зелень все зеленее. Ямы в полмашины. Через 200 метров поверните наливо. Иранский, да? Да. Ночью не ездить. Да, я его на выезде, если это выезд. Почему-то нас сюда повернуло, да? Да, какой-то непонятный. И туда. А тут, видите, стены похожи. Да? Да. Это копеец. Если тут автобусы ходят. Верните налево. Вернем, вернем. Прямо 94 километра. Представляешь, по такой дороге 94 ехать? А как так? Почему так? Закатили Черзирнский. Все. Понятно. В Яранск выезжаем. Даже указатель такой тут ебаный. А, в Яранск езжаем. Выезжаем. Вон, знаете, Яранск. Выезжаем мы так. А, ну да. Это жесть. Это капец. Нет, это мы с тобой не туда заехали. Вон там нормальная дорога. Этот козел нас не завел никуда. Яндекс. Да. Можно было, видимо, прямо проехать, а не так. Поля зеленая. Пойдем дальше. На Шахоне 100 километров. Реверс. Вот. Стоим. 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 Все онлайн переводы. 3-х салт-литров. Скидочки. Работаем круглосуточно. Все в счастье в его пути. Вон, видишь, они встречкой едут. Видите, как медленно едет. Дорога такая копеется. Тут сейчас сами увидим. А, едет, что стоит. Стоит, как он едет, если зеленый у нас. Не, мало ли вдруг заехал. Мало ли, обратно отъедет. Река большая, как шага, совсем небольшая. Вот раньше ездили за Чебоксарами. Тарас, это вот такая же была разбитая. Всего одна полоса в каждую сторону. Долго. Было так похерово. Ремонт моста чуть-чуть за реку. Ой, ой, ой. Кто тут у нас ремонтирует? Речка маленькая. Речка маленькая. Речка маленькая, Речка маленькая. Техническая остановка, ребята. Шахуния. Шахуния. Город Шахуния получил название от близлежащей деревни, которая, в свою очередь, названа по имени протекавшей неподалеку реки. Название речки пошло от древнерусского Шаха. Обман. Шахуния. Обманщица. Причиной тому названию является изменчивость русла. Торфяные берега Шахунии в дождь или половодье легко размывала вода, что делало невозможной постройку постоянного моста. Кроме того, краевед В.В. Смирнов озвучил другую версию из разряда народной этимологии. Речка в былые времена была узка и в любом месте ее легко было перешагнуть, перешахивать. Эта же версия упоминается как легенда. 400 метров. Предыдущая пропустила. Там камера стоит. Или это там тоже такая? РЖД. Товарняк. Можно глушить двигатели. Ого. Ел. Кто сказал? Смарт-лок много таких вагонов. Смотрю, в Китае идет, да? Я уже разделся, жарко. Минус, ой, минус. Плюс 15 градусов сегодня. 15-16. А вот заканчивается все. Сейчас поедем. Будет полбака, там будем смотреть уже, да? Где-то чего. Какие-то заправки? Непонятно. Движение? Движение. И дороже туда? 54. Да, плановцы. Да, плановцы. Да, ничего интересного. А где знак, чтобы выехать? А, где? Такие остановочки тут симпатичные. Почему-то с одной стороны, да? Да, здесь с одной стороны. Здесь нет остановки. Снимешь, когда с остановкой. Дорога хорошая. Нижегородская область, да? Да. От Шахуни едем. Хорошая. Новая, только едно что. Два широкая. Деревня, да? Село. Деревня. Деревня. Ничего, не видно тут? На камеру. Да. Деревня. Село живется, да? По-моему. По-к-т какой-нибудь? А? По-к-т. Здравствуйте. Как есть? Нет, не городскую. Красивая. Деревня. 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 Никитиха. Знак. Деревня. 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 Дорога отличная. Собачки. Много брошенных домов встречается. Люди уезжают, видимо, пенсионеры на юга. Все ломятся, щемятся в Краснодарский край. Где тепло, где море. Кому работа не нужна, все туда. На юга. Ну, пенсионеры, еще раз повторяюсь. Ну, брошенных домов, по-моему, много. Такое ощущение. Так, розовенькая теперь тут остановочка. По этой дороге они розовенькие. Слушай, почти все брошенные дома. Они же покосившие. Вот так вот. Время не жалеет. А дорога отличная. Да. Куда деваться? Дальше ведет она. Дальше не ближе. Ну, что-то вот кирпичное. Какое-то строение теперь. Рецкий сад, что ли? Что это? Дайте еду. Вот розовенькие. Теперь тут такие остановочки. Веселянный пункт заканчивается. Следующий начинается. Или нет. Заканчивается. И начинается следующий. Палома. Олома. Олома. Палома. 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 Не знаю, как планируют. Ну, пунелые такие, да, вещи. Палома. Береза тут мощные. Здраво, Гланова. Мы с вами будем просто. Да вам и София, с которыми мы стоят. Кончалась... Бля... Колец. Это алмачок. Петлуки, мы подъезжаем. Или тут еще одна? Тут копейца, ребята... Так. Это река Юривка, и мост тут такой деревянный, интересно-интересно. Вот это нормальные дороги. Почему они тут кончились? Другой район? Нет, Петлушкий район. Вокруг Петлуги везде, короче. Не подъезжай, с какого боку. Неужели? Это что такое? Километр где-то два, да? О, километр. Вокруг реки. Странно. Чтобы не разгонялись на деревянный мост. Мостик, да. Лесные тропки. Асфальтированные. Хорошо асфальтированные. В целом-то нормальная дорога Нижегородская. Всем спасибо, кто досмотрел до этого места. Дорога будет продолжена, и в следующем ролике будем ехать в сторону Костромы. Беловская. Беловская. И заедем в парк-отель Аристократ. Мы останавливались либо на квартирах, либо в хостелах. Ну, не хостелы, а как отели. Отели со всеми удобствами у нас были. Желаю всем удачи. Путешествуйте. Наслаждайтесь жизнью. Позитива.